всем привет на первом реал стриме это тестовая запись ну возможно будет считаться первым посмотрим как пойдет на нем хочу показать просто поездку на машине от дома до офиса посмотреть как это все будет будут ли разрывы насколько я смогу эти разрывы устранить учитывая что будут за рулем может быть skype сам остановит связь в общем и состоянии в пробке три часа нет я думаю пробки не будем три часа но я думаю где-то должен примерно к 11 приехать посмотрим сейчас все посмотрим как будет качество посмотрим смогу ли я что-либо говорить самое главное смогу ли я что-либо читать ну чат хотя бы skype да конечно по любому лампажине вот она моя лампа там держать у меня есть держатель для телефона чтобы его поставить но к сожалению горизонтальный сейчас я попробую его переделать под вертикальный ну как бы для этого мне нужно чтобы обе руки были свободны поэтому я сейчас на минутку выключу камеру так они а он переделывается очень просто казалось бы в общем у него косяк в том я что-то это даже не предусмотрел включая камеру косяк в том что тут же крышечка задняя стопа как я камеру то смогу поставить чтобы она так а ну вот принципе принципе да видно зеркало зеркало заднего вида сбилось там слева что-то мешают там по весь святую ничего не поделаешь так снял я наушники пока я так понимаю идет связь без разрывов ой ну и духота в машине щасик да посмотрим когда я поеду это действительно интересно было нет ухотища вообще нереальное отношение надо хоть окно открыть сейчас у нас тепло на улице градусов 20 наверно поэтому прогревать практически машину не нужно буквально сейчас вот минутку постоим и все они полетают не видел духотища когда надо было в нашей мэрии четыре часа не я знаю я у меня у друга раньше была пятерка жигули еще давно когда на первом курсе учился мало того что ну в ней естественно нет никакого кондиционера там да вот на улице было это то лето было когда на улице было там под 42 градуса в москве было и вот мы помню поперлись зачем-то в Москву на машине вот было как раз 40 где-то 2 градуса так у него еще и проблема с охлаждением приходилось печку включать это просто от был вы просто реально от откира ну чё посмотрим как будет вести себя по пути скайп ну блин голуби чуть не задавил совсем обнагрели вообще не боятся ничего а когда трясется машина я в скайпе сообщения хрен прочитаю а сообщение не читать хорошо ну не да там будет время почитать особенно если в пробку встанем там будет время почитать ну что сейчас вроде пойдет нормально да еще связь это мы сейчас едем в центре города пушкина слева выше а мы слева это слева это не видно на стриме ладно показывает 26 градусов на улице табло вон там слева ну-ка видно да это вон кинотеатр единственный пушкина кинотеатр победа там площадь городская в общем это самый центр города мы сейчас пересекаем сейчас справа лучше захватывать но справа сейчас вот это вот идет поперек это улица московский проспект центральная улица города мы честно не поворачиваем да нету светофор че тупец вот это улица московский проспект но сейчас по моему солнце объектив светит наверно хреново видно я не знаю а это вот автобус 451 он в Москву едет ну прямо от города прямо в Москву ну че он еле тащится то вот это круговое движение как бы которое можно сказать разделяет разные части города мы поворачиваем микроайон держинец называется норм видно ну отлично ну тут наверно опять неплохо видно на стене сейчас мы проезжали мост через реку Сереблянка ну видишь это 3G а не 4 даже G это всего лишь 3G так заберем-ка мы автобус не ну конечно я никогда не думал что я буду стримить из машины такое необычное ощущение ну просто это надо почувствовать а вот мы подъезжаем ко второму круговому движению которое уже на границе города налево там микрорайон новая деревня но название соответствует содержанию деревня она и есть деревня прямо все уже выезд из города а направо не выезд просто как бы продолжается окраина города это старое ярославское шоссе оп документ все будем ждать документики наверно проверят лол что-то робота со зрителями что-то робота со зрителями все нормально да все водительская не поздоровался со зрителями что-то расположу страховку это кстати если честно первый случай когда меня остановили в полицию ну для проверки документов на обычные нормальные вот это старое ярославское шоссе мы сейчас будем поворачивать вон где машина впереди повернула мы сейчас повернем в этот укаулок оп креста и это выезд на новое ярославское шоссе то есть основное ярославское шоссе по которому все и в основном мы ездят по которому все вот здесь на связи наверно могут быть уже проблемы о я сотку еду как там на видео купят очень динамичная сцена текстуры не успевают прогружаться я к сожалению чатик не читаю в данный момент здесь камера скоростная 50 км в час ограничения все проехали камеру можно ехать сотку асфальт сняли асфальт сняли в общем по шоссе это мы ехали еще километров наверное 7 где-то что я тысячу раз сняли потому что мелкий рост печалька Такой камере кажется, что машина узкая, но это все-таки на горизонтальный настрой. Вот тогда я чат не смогу читать, это проблема. Там в горизонтальном режиме чат не открывается. Ну вот уже, как видишь, пробка. Планшет. Ну что, это вообще-то, прикинь, неудобно. Тут я немножко просто глаза поворачиваю и все, я вижу все. А там мне придется глаза опускать на планшет, который лежит на сиденье или как? Это косяк. Блин, я не хочу за КамАЗом ехать, ни хрена. Пустите меня влево, пожалуйста. Вон, спасибо, Вольво. Видео стопорнулось. Включаю. Пошло. Ну это косяк, это мне пришлось руками его отключать-включать. Уровень чего? Телефон сам... А, звука? Ну, наверное. Надо обдув включить, а то я запарюсь сейчас. Ну вот, я же говорил, надо было ехать к десяти. О, жесть. О, жесть. О, жесть. Что? О, жесть. О, жесть. О, жесть. О, жесть. Ну да, ты говорил, что у вас только в одном месте такое, ну вот это мы еще даже из Пушкина не выехали, ну то есть как бы, ну понятно, что шоссе оно как бы за городом, да, но все равно вот справа там Пушкина, то есть мы еще не отъехали от города даже. Это плохой знак, мы можем сейчас постоять очень долго, у меня трафик захочется быстрее, чем мы доедем. Тор, ну ты накладывай, как ты считаешь нужным, да, я-то тут не вижу все равно, как ты считаешь, что будет приемлемо, так и можешь делать, это как бы, в данном случае на тебя это возлагаю творчество. Убрать чат? Не, ну это сейчас никто не пишет, потому что тестовый стрим, да, он на СК2 ТВ, он не онлайн. А если вдруг буду, то тогда как, чат нужен тогда. А, скайповский? Не, мне кажется нужен, потому что, ну, чтобы было понятно, на какое сообщение я отвечаю. А, ну хотя смотри, ты можешь писать в чат из СК2 ТВ. А, нет, подожди, как же, нет, 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 нет. Ты же должен даже наоборот дублировать вообще не СК2 ТВ сюда. Блин, а что-то панель так трясет, вроде раньше не было. А, блин, лол, я регистратор забыл поставить с этими стримами, жесть. Что ты, мол ты. Уже значит как-нибудь прибаться, как-нибудь нельзя прибаться. Так, регистратор поставил, но осталось включить только на записи. Всё, включил. Перенастроить, ну не знаю, думаешь сейчас что надо делать? Как там видео? Оно ещё немного криво это видео, да? Такое ощущение как будто машина на попуску стоит. Не-а-а. У меня в телефон только 3,5G поддерживает, ну, UMTS, по-моему, акцент, грубо. А, нет, ну, HSPD, HSPD, вот этот поддерживает, UMTS, короче, 3G, LTE не поддерживает. Вот я хочу поменять и продать этот телефон и купить Nokia Lumia 635, которая еще не вышла. Ну, то есть, когда выйдет купить, она тоже дешево стоит, но там уже есть LTE. Так что я думаю, это будет полезно. И вот только вы из Кушкина, и то еще даже не доехали. Такое ощущение, что моя полоса самая медленно движется. Как дурак, стою что-то тут. Надо взял их убить. Ну, печалька. Я думаю, сейчас там и разрывы будут дальше там. Скорее всего. Ну, вот сейчас светофор. Вот сейчас светофор. Кстати, заметь, на шоссе светофор. На загородном шоссе светофор. Ну, вот. Единственный здесь, вообще, на очень большом расстоянии. И считаю, что по светофору это уже, как бы, это уже не Пушкин. Это уже просто загород. Надо обдуху сильнее включить. Ну, вот, теперь ты понял, что такое пробки, на которые все жалуются в Москве, в Питере тоже вроде бы. И это же даже не Москва. Ну, в принципе, основная проблема-то, ну, да, там в Москве вот эти вот шоссе, которые в Москву ведут. Это самая жесть. После этого мы сейчас едем в сторону Москвы, кстати, да, я забыл про это сказать. Мы едем в сторону Москвы. До Москвы где-то 17 километров. Но мы, естественно, мы не доедем до Москвы, даже по пути только проедем где-то. Нам нужно в город Королев. Скайп может два входа поддержит. В смысле два входа? А, в смысле, чтобы с одного клиента две учетные записи? Не, не может. Вон, светофор, люди стоят. А че они не нажмут кнопку-то? А, ну да, чат можно. Да, да, то есть двух разных клиентов под одной четко сидеть можно, конечно, да. Да ладно, не работают? Не, у нас работают. А как же иначе? Он сам не переключится никогда. Он допой никогда не сам переключается. Только по кнопке. Да ладно, лол. Не, у нас работают. Не понял, что где-то не работало. Да, ну, все равно. Неудобно. Я по-насу. Блин, не люблю мотоцикрестов. Ну че они так, конечно, жестко ездят? Да, авария. Вот, велосипедист проехал. Не, ну им, конечно, прикол. Им, у них пробок нету. Зато они хрустикые. Жесть, если так будет до конца, я сдохну, потому что я уже не забыл, что тут такие пробки. Я, кстати, ну да, чтобы там не усердят, то, возможно, смотрят видео или будет смотреть на путь все. У меня машина стояла два месяца, я рекоментировал. Стояла? Рекоментировал. А, я уже давно тут не ездил. Блин, я уже не забыл, какие здесь пробки. Ну, как бы я помню, но, блин. Как бы, это жесть. Это каждый раз удивляешься. Да, блин, трепежит че-то панель у меня, торпеда. Че-то трепежит, не знаю. Ну, она хреновая, напомню, сломанная. А вообще, у меня движок сильно дрожит на холостых, потому что у меня этот, ну, пневматический отусилитель, который тормозов, у него диафрагма, походу, прорвана где-то. Вот, ну и, короче, вот он, из-за него такая хрень происходит. Ну, вообще-то они есть во всех тазах, начиная, там, по-моему, где-то стройки, что ли. Ну, короче, там только в копейке не было, вроде и в двойке. Не знаю, что мы проехали. Сейчас показывает, ну, на счетчике пробега маленьком 60 километров, 60,8. Ну, просто я имею в виду, ну так, условная цифра, да, можно будет засечь, то есть скажу, когда будет 61,8. Ну, вообще, да, ну, откуда, от начала пробки, да, мы километры, я думаю, проехали где-то, как-то, да. Это, оказывается, километры мы и проехали. А их 8, ну, да, ну 8 не 8. О, господи, что до фигня. Бросил, походу, сцепление. Вот, ну, короче, не знаю. Ну, а че? Ну, хоть какое-то развлечение на стриме должно быть, правильно? Не, пробка будет не до кранца пути. А, сейчас мы... Клязьму проедем, ну, как бы, вот, Клязьма, потом Тарасовка, вот, и после Тарасовки уже будет Челюскинский, и вот там уже будет, скорее всего, нормально. Хотя нет, а, ой, а, там будет херовый поток. Вот, потом там вот, когда развернемся, вот тогда уже будет нормально. Да, что все в левой-то... На стриме играешь хуже? Упс! Зацептивистов развелось. Ну, сегодня подрезали уже полностью. Прямо один за другим едут. Ого, сейчас будет эта перекрытая дорога. Объезд сделали сбоку. А, про лаги, ну все, потому что от города отдалимся, ну, лол, я говорю, все понимаем, лезть прям, что-то жестко. Место поближе к сети, но вряд ли. Ну вот хоть чуть-чуть поехали, хоть чуть-чуть поехали, ну не, ну ненадолго, поехали. Вот объезд идет. Да, это всегда так, если ты не в курсе. Соседняя полоса в пробке всегда лучше движется. Это аксиома. А, ну... Вот это, я говорю. Ну, видишь, ну чуть-чуть повеселее поехали уже. Слева делают шоссе. Тут вообще развязку огромную просто делают. Тут прям вообще огромную-огромную развязку делают, многопилометровую. Я не знаю, там, он двухэтажный какой-то вообще шоссе, я не знаю, что там делают. Ну, в общем, уже это делают очень давно. Не, ну реально хоть поехали уже, не так это нутно. Не ездите под мостами, а что, облетаете? Ну да, ну ладно, хоть не разрыв. Ну спасибо. Автобус, я, ну бывает же на автобусе езжу в офис. Вот он здесь же едет, только он из города выезжает чуть по другому маршруту, но по и расставке здесь же едет. И, блин, это пипец. Вот я сижу какой-нибудь стрим там, твой торт там или еще что-то, смотрю с утра, туплю в автобусе, здесь профи сижу, это вообще жесть. Полная. На двери зап Sacerdote Ну вот. Ну вот, поехали Живел. Не, я не читаю чат, когда еду. Вот 60 уже едем, но это фаспидометр. У меня спидометр говно. Я обычно еду по себе спидометру, который на телефоне. Но на телефоне сейчас скайп. Это мы вот уже в Тарасовке. Я думаю, в Тарасовке сейчас удивительно, но здесь почему-то уже рассосалась пробка. Но она сейчас впереди еще будет. Подожди. Вот сейчас налево, там есть поворот. Нам нужно туда. Но здесь двойная сплошная, поэтому нам придется ехать до разворота. А до разворота тут ехать где-то полтора километра. Не, не полтора, наверное, километр. Ехать в Тарасовке. Да все, мы уже выехали в Тарасовке. Это уже... Ехать в Тарасовке. Ехать в Тарасовке. Ну, впрочем, мы недолго бы стояли. Стояли, в принципе. Стояли, в Тарасовке. КОНЕЦ. а а Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну и все, поехали на плохое место Добавил субтитры DimaTorzok 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 людей. Стучит? Да это дорога такая, стучит. Это подвеска работала. Сейчас же ничего не стучит. Просто возможно на видео это слишком ярко слышно. Здесь снова хороший асфальт, прям приятно ехать. Я буду здоровы, тут все-таки стримы. Ну вот, практически приехали. Ха-ха-ха. Так, а сколько время? Не надо. Надо было часы включить. А, 1054, но я как раз к 11 успеваю в офис. Ништяк. Ну, в общем, вот, как-то так. Сейчас тут будет поворот, на котором меня один раз зимой занесло. Ну, прям развернуло. Вот этот поворот. Только я в обратку когда ехал, меня тут развернуло прям полностью. Навстречку. Товезонников его не было. Вот, а-а-а, нет, тут даже пробки нету. Нам сейчас налево. Я просто за этим микроавтобусом подъеду, вот и все. Он меня прикроет. Мы на финишной прямой. Вот, сейчас справа КПП на вход в офис. Так. О, отлично, даже место есть. Ну что? На этом стрим заканчивается, наверное. Вот и приехали. Сейчас выключу регистрацию. Регистратор. А-а-а. Не, в офисе работы не застримлю. Ну, в общем. Не знаю. Потом посмотрю, как все получилось уже в записи, да. А-а-а. Ну, я надеюсь, что было не совсем скучно. Ну, правда в пробке, наверное, было вообще жесть. Скукота. Вот. Ну, можно будет посмотреть, сделать выводы. Придумать, что можно еще интересного показать. Я могу поездить куда-либо в любое, в принципе, место. Ну, если это не слишком далеко. Ну, вот. Ну, вот. Как бы с чатиком. В принципе, вот. Могу общаться, только если через скайп. К тебе ехать? Нет. Может быть. Я, кстати, возможно, летом поеду в Новороссийск. Не знаю. Еще не сто процентов. И буду приезжать в Новочеркасск, кстати. Можно будет встретиться. Ну, в общем, ладно. Это уже дело и лето, и так далее. Вот. Все. На этом заканчивается. Я пошел в офис. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok